Девушки отдыхают Ларва Морторс. Игра оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, просек аркада, с другой, это скорее даже игра исключения. Нексуилс. История этого проекта началась еще в 2002 году. Последняя версия появилась совсем недавно. Всем привет! В эфире снова Фак и я, Влад Лехов. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, ближе к делу. Многие отечественные разработчики вдруг принялись делать автомобильные симуляторы и аркады зачастую самой разрушительной направленности. Как ни странно, за освоение специфического жанра, в котором когда-то бал правили Dead Track и Carmageddon, взялись студии, начинавшие совершенно с других игр. Так, за недавно вышедший автоэкшен Slash Hammer ответственна студия Targum Games, которая когда-то стартовала с фэнтези-стратегии «Магия войны». Идея проекта родилась по следам «Экс-машина». Проанализировав отзывы игроков и прессы, разработчики не стали делать игру с проработанным окружающим миром и разветвленной ролевой составляющей. Вместо этого в компании решили сосредоточиться на зубодробительном гоночном экшене, где не будет скучной повседневной езды и случайных противников. Действие снова разворачивается в Америке, и снова Америка здесь немного фантастическая. Правда, на этот раз никаких глобальных катастроф, равно как и узнаваемых мест типа «Статуи свободы». В центре сюжета история о человеке, пережившем личную трагедию. Это чуточку сумасшедший отставной военный, которого его ведомство приглашает обратно, чтобы заняться испытаниями последней разработки тяжелого вооруженного грузовика-трансформера. Но сюжет, несмотря на немалое количество роликов и диалогов, здесь все же не главное. Как утверждают разработчики, «Следж-хаммер» — это ураганный экшен-рейсинг со стрельбой, разрушением препятствий и сумасшедшими противниками. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске «Следж-хаммер» займет 2 ГБ. Что касается геймплея, то нас ждет такой брутальный автоэкшен на больших грозных тачках. Все они оборудованы самым разнообразным оружием. От пулеметов до плазменных пушек, включая полюбившуюся всем установку «Град» и все той же «Экс-машина». Бросается в глаза и разнообразие режимов. В «Следж-хаммер» есть гонки на выбывание, заезды со стрельбой, сражения на арене, стрельбы из турели и ближний бой с превосходящими силами противников. Одним словом, скучать не придется. Но забудется такая игра уже через неделю. Четверка за геймплей. Графика очень яркая, с пульсом спецэффектов, разрушаемыми трассами и столь любимым всеми гонщиками уличным трафиком. 5 баллов за внешний вид. Рычит наш грузовик как надо. Сочные взрывы, скрип шин и скрежет из коверканного железа. В игровом окружении звучит все очень весело и задорно. Четверка за звук. В итоге мы имеем очень красочную гоночную аркаду в лучших традициях Дестрак и Кармагеддон. Разрушаемое окружение и треск пулеметных турелей никого не оставят равнодушными. Впрочем, надолго такой игры не хватит. И вы забудете о ней уже через неделю. Четверку получает сегодня Флэш Хаммер. Перед нами яркая, динамичная игра, в которой можно много стрелять и одновременно быстро ездить. Сочная графика, нитроускорение, эффектная физика, тюнинг, внушительный набор апгрейдов, плюс мультиплеер на 16 человек. Кажется, здесь будет все, о чем может мечтать любитель экстремальных гонок. А сейчас наши ответы на ваши вопросы по игре Слэч Хаммер. Вопрос. А как во время прохождения карьеры сменить грузовик? Отвечаем. Сменить нашего железного друга нельзя. Зато есть всяческие улучшения. Верхнее и боковое оружие, нитроускорение, шипы, мины, броня и даже визуальный тюнинг. Кстати, апгрейды становятся доступны не только по мере прохождения игры, но и выдаются за хорошие результаты на трассе. Вопрос. Никак не удается пройти миссию «Первая жертва». Там нужно набрать минимум 74% разрушений, а мне пока удалось заработать только 34. В чем секрет? Как пройти эту миссию? Отвечаем. Секрет в том, что вам необходимо разрушить бензоколонку. По дороге старайтесь набрать как можно больше очков, но не теряя при этом скорость. А в здание главное удачно попасть. Вам сразу дадут 75% только за бензоколонку. Жанр сетевых шутеров возник на стыке тысячелетий и мгновенно обрел популярность. Связано это было главным образом с развитием широкополосного доступа в сеть. Результатом этих событий явилось появление таких титанов, как Counter-Strike, Quake, Battlefield и им подобных. Но среди этого созвездия встречались и более скромные представители жанра. Об одном из таких – в проекте Nexuys. Мы вам сейчас расскажем. Проект Nexuys ведет свою историю с лета 2002 года. Последняя версия за номером 2.4 появилась в свободном доступе в сети 29 февраля 2008 года. Сами разработчики заявляют, что старались создать шутер от первого лица с высококачественным игровым процессом, ориентированным на исключительно сетевую игру. Также не лишним будет заметить, что проект Nexuys является кроссплатформенным, и релиз выходит сразу для трех операционных систем – для Windows, для macOS и для Linux. Игра распространяется по лицензии GPL и, соответственно, имеет открытый исходный код. Все вместе это позволяет добавлять в игру фанатские модели оружия, новые карты и прочие фишки. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 400 МБ на винчестере. Игровой процесс Nexuys похож на то, что мы видели в Quake 2 и Quake 3 Arena. Уровни состоят из всевозможных нагромождений движущихся и неподвижных платформ, темных коридоров и редких открытых пространств. Всюду разбросаны респы оружия и аптечек. Вместе с вами по уровням носятся до 32 игроков. Игровой режим по сути всего один – это Deathmatch. То есть команды, забеги и битвы за флаг, конечно же, присутствуют, но с опытом популярностью в сети не пользуются. Все происходит на таких громадных скоростях и драйве, что удобнее всего гонять одному, нежели в волчьей стае. Гулять вы можете как с реальными игроками, так и с ботами. В игре присутствует сингл, правда без какой-либо сюжетной начинки. Наша ценка геймплея – 5 баллов. Проект Nexus основан на движке Dark Places Engine, который использует в свою очередь технологию OpenGL. За 6 лет он, конечно же, безнадежно устарел, но разработчики попытались выжать из него все, что можно. Свой отказ от этого архаизма девелоперы объясняют тем, что не хотели бы вкладываться в коммерческие движки и хотят оставить модель распространения игры бесплатной. Тем не менее, необходимый набор технологических фишек, как то, реал-тайм тени и освещение, работа с частицами и поддержка высокополигональных моделей, в Nexus присутствует. Наша оценка графического оформления – 3 балла. Звук в игре именно такой, каким мы привыкли его слышать в 3D-шутерах. На первый план выведены спецэффекты, однако саундтрек также не оставит вас равнодушным. Наша оценка звука – 5 баллов. Что в первую очередь выделяет Nexus среди армии клонов бессмертного Квейга? Во-первых, конечно же, бесплатная модель распространения. Во-вторых, многолетний опыт разработчиков в деле работы над сетевым шутером. В-третьих, соблюдение всех канонов этого жанра. И, наконец, в-четвертых, интенсивность геймплея. Если вы привыкли проводить часы на сетевых аренах Квейга, Nexus определенно придется вам по душе. Наша общая оценка игры – 4 балла. Появись Nexus лет 10 назад, он бы смог составить конкуренцию блиставшему тогда второму Квейку. Такие же темные коридоры, рельсовость геймплея, основанная на маршрутах по респам, и исключительно сетевая направленность позволяют назвать Nexus прямым клоном Квейка. У игры только одна беда – безнадежно устаревшая графика. Но на фоне игрового безрыбья этой весны проект наверняка найдет своих фанатов. А сейчас мы ответим на ваши вопросы и дадим советы по игре Nexus. Первый вопрос. А что нового появилось в последней версии игры? Отвечаем. Во-первых, полностью перерисованы меню и интерфейс игрока. Во-вторых, добавлены две новые официальные карты. Это Strange и Blood Prison CTF. В-третьих, появились три новые пушки и пара невиданных ранее бонусов. Также были проведены работы по улучшению производительности как самой игры, так и сетевого кода. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте разработчиков. Следующий вопрос. Я скачал пакет карт для игры, но не могу их установить. Как их прилепить? Отвечаем. Распакуйте архив и увидите список файлов с расширением PK3. Их нужно скопировать в субдиректорию Data и перезапустить процесс. Следующий вопрос. На некоторых серверах я видел игроков с цветными никами. Что это значит и могу ли я заполучить такой же? Отвечаем. Никакой смысловой нагрузки цвет ника не несет. Это исключительная фича визуализации. Чтобы написать свой ник цветными буквами, используйте символ галочки в связке с цифрами от 0 до 9. Следующий вопрос. А как открыть игровую консоль? Отвечаем. Игровая консоль доступна через связку ClioShift и Escape. Смотрите далее. Секретные материалы ФБР. Смерть как искусство. Эта игра в жанре адвенчур ничего нового не приносит. Получилась простенькая игрушка среднего уровня. Ларва Морторс. Игра оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, просенька аркада, с другой это скорее даже игра исключения. Смотрите далее. Ларва Морторс. Игра оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, просенька аркада, с другой это скорее даже игра исключения. Секретные материалы ФБР. Смерть как искусство. Эта игра в жанре адвенчур ничего нового не приносит. Получилась простенькая игрушка среднего уровня. Об одном из творений студии Рэйкинграсс мы как-то уже рассказывали. Тогда речь шла об аркадном скролл-шутере Jets and Guns. Сегодня же мы познакомим вас с другим их проектом, топ-даун-шутером Ларва Мортус. На смену космическим пейзажам пришли темные подземелья, кишащие ожившими мертвецами. Которых нам, собственно, и надлежит уничтожать. В общем, смотрите и сами все поймете. Сюжет Ларва Мортус не блещет оригинальностью. Хотя в таких играх это, конечно же, не главное. Видимо, разработчики набрались взыкновения из фильмов ужасов образца 90-х годов. Отважный герой, вооруженный до зубов, мотается по миру и защищает по жесткой схеме древние особняки, в которых поселились армии зомби и прочая нечисть. А ближе к финальным титрам нам предстоит встретиться с предводителем всей этой шаги. Таинственным руководителем темного культа, который вознамерился поработить все разумное человечество и вогнать его в средние века. Все, что мы можем ему противопоставить, это пара крепких рут, револьвер, дробовик, загадочную динамо-пушку и связки динамита. В общем-то, не мало для спасения мира. Минимальные системные требования игры таковы. Процессор на частоте 1 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 64 МБ видеопамяти и всего 100 МБ на жестком диске. Игровой процесс Larva Mortus незамысловат и интуитивно понятен. Сначала мы выбираем миссию в той или иной стране. Порядок прохождения не имеет абсолютно никакого значения. В сюжетной миссии вас все равно не пустят, пока вы не достигнете определенного уровня. Затем мы попадаем в некие подземелья и защищаем все комнаты по очереди с помощью всего доступного арсенала. В нем присутствует все, о чем может мечтать боец с нечистью, начиная от средневекового мяча и заканчивая неким подобием базуки. Одним словом, играть весело, особенно на режиме Hard. Наша оценка геймплея 5 баллов. А вот графически Larva Mortus не дотягивает и стандартов аркада образца 2008 года. В отличие от Jetson Guns, выпущенного этой же студией, здесь нет сочных взрывов, красивых спецэффектов и интересной работы камеры. Безусловно, это смазывает впечатление от игры, но не сильно. Тем не менее, наша оценка графического оформления всего 3 балла. Со звуком дела обстоят чуть получше, но также без изысков. Драматический саундтрек, пожалуй, первое, что хочется выделить, когда речь заходит о звуковой составляющей игры. Наша оценка звукового сопровождения 4 балла. Ларва Mortus составляет двоякое впечатление. С одной стороны, перед нами незамысловатая аркада без претензий на оригинальность, с плохенькой графикой и банальнейшим сюжетом. Однако, если взглянуть в позиции того, что современная индустрия компьютерных игр направлена главным образом на создание блокбастеров и как орд и их подражателей, классическая аркада, подобная Ларва Mortus, является скорее исключением, нежели правилом. За этой игре можно простить многое, но все же разработчикам есть над чем поработать. Наша общая оценка игры 4 балла. Драйва в Ларва Mortus, конечно же, на порядок меньше, чем было в Jets and Guns. Оно и понятно. Одно дело находиться в фантастическом космическом корабле, напичканном кучей оружия, и совсем другое с дробовиком в руках отстреливаться от легионов зомби. Тем не менее, если вы любитель незамысловатых аркад, то Ларва Mortus точно вам придется по душе. А теперь мы ответим на ваши вопросы и дадим советы по игре Ларва Mortus. Первый вопрос. Почему меня не пускают в миссию на территории Парижа? Отвечаем. Видимо, вы еще не набрались достаточно опыта. Попробуйте популять врагов в других уровнях, и как только увидите заветную надпись «Level Up», можете смело ломиться в Париж. Обычно такие ограничения докладываются на сюжетные миссии. Следующий вопрос. Как не пополнить арсенал? А то уже надоело бегать с одним револьвером. Отвечаем. Не пропускайте по мере прохождения игры ни один ящик или валяющийся в углу гроб. В них часто скрыты всякого рода бонусы, среди которых встречается и новое вооружение. Чтобы не тратиться на патроны, после зачистки комнаты берите в руки меч и вперед громить интерьер. Следующий вопрос. На что влияет опыт и повышение уровня персонажа? Отвечаем. Называть этот процесс РПГ-составляющий язык не поворачивается. Слишком уж он превентивен. Однако помимо того, что вас станут пускать на закрытые миссии, ваш герой сможет со временем точнее и быстрее стрелять, немного увеличится скорость его перемещения, ну а ваша самооценка по части разборок с вампирами, оборотнями и врудалаками взлетит до небес. Очередная представительница столь любимых нами полицейских адвенчур. Сюжет начинается в Нью-Йорке, где проходит серия жутких убийств. Расследовать их берется главная героиня Николь Бонетт. Молодая, талантливая, амбициозная и, главное, очаровательная. Помимо всего этого, еще и агент ФБР. В деле не обойдется без запутанных загадок, интриги, мистики, а в конце сюжета нас даже занесет в Южную Америку. Молодому, неопытному агенту ФБР поручают разобраться со сложнейшим, очень важным делом. Такой сюжет годится для кино, но кому придет в голову повторить подобное в реальности? Этим вопросом задается и Николь Бонетт, когда ей назначают расследовать серию зверских убийств. Жертвы были умершлены с помощью неизвестного устройства, а их сердца вырваны из грудной клетки. И при этом ее первый напарник погибает, а второй почти с самого начала болтается где-то в свободном плавании, лишь время от времени перебрасывая с ней СМС-сообщениями. Впрочем, рано или поздно она найдет ответ на этот вопрос и на многие другие. Для этого ей нужно будет решить около сотни загадок, побывать в экзотических уголках Южной Америки, облазить самые мрачные закоулки Нью-Йорка. Все это новый квест от польских разработчиков City Interactive. Игра поступила в продажу 10 января 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 256 МБ оперативной памяти и 64 МБ видео, а также 1 ГБ на жестком диске. Самая неприятная часть игры – простота игрового процесса. Вы ни за что не попадете в следующую локацию, пока не выполните все действия на предыдущие. Также у игрока нет выбора во время беседы. Все они проходят без нашего участия. Нам остается только вовремя начинать разговор и слушать. Помимо этого, вы не сможете выбрать, в какую локацию поехать на машине. Всегда будет доступна только одна локация. И еще больше упрощает игру наличие специальной кнопки видеолупы, которая показывает все активные точки на карте. Короче, особых проблем с прохождением игры возникнуть не должно, так как думать особо не на чем. Наша оценка геймплея – скромные 3 балла. К сожалению, внешняя игра также не может похвастаться оригинальностью. Вроде бы локации прорисованы достаточно подробно и разнообразно, но все они неподвижные. Анимированы только персонажи, и то, по нашему мнению, очень некачественно. Видеовставки редкие и качество их посредственное. Наша оценка внешних данных игры – также 3 балла. А вот озвучка оставляет приятное впечатление. Ничего особенного, но сделано все достаточно хорошо. И работа актеров, и музыкальное сопровождение. Предлагаем вам убедиться в этом самим. Наша оценка звукового сопровождения – 4 балла. В итоге мы получили с одной стороны достаточно интересный сюжет, более-менее сносные загадки, пазлы, хорошую озвучку. С другой стороны, очень простое и прямолинейное прохождение игры. Не самую лучшую графику и посредственную анимацию. Достойна ли эта игра внимания – решать только вам. А наша общая оценка игры – 3 балла. Эта игра в жанр адвенчур ничего нового не приносит. Получилась простенькая игрушка среднего уровня. Если вы любите играть в подобные игры, не пропустите и эту. Разочарованные вряд ли будете. Если же вы жаждете драйва, яркой графики и захватывающего сюжета, эта игра не для вас. В любом случае, предлагаем вам посмотреть наши ответы на ваши вопросы по игре «Секретные материалы ФБР. Смерть как искусство». Первый вопрос. А что делать в подвале музея в первый день? Там есть ящик с переключателями. А что с ним делать, я не понимаю. Отвечаем. Для начала нужно вернуться и еще раз поговорить с вахтером по поводу темноты в подвале. Затем включить свет так, чтобы была освещена вся левая сторона и дальний правый угол. Тогда вы сможете взять чемодан, надувную лодку и пройти к ящику, который нужно будет открыть, используя находки. Не забудьте положить сканер обратно в чемодан, а чемодан обратно на полку. Следующий вопрос. Помогите разобраться с неработающей сигнализацией в музее. Меня вахтер не отпускает. Помогаем. Нужно пройти в оранжерею. Там будут три вазы и мешок с землей. Ваша задача подобрать вазу и количество земли так, чтобы ваза могла заменить статуэтку и сигнализация заново заработала. Эта задача каждый раз меняется. Поэтому вначале попробуйте поставить пустые вазы, а затем подсыпайте в каждую из них по одной горсти земли и снова пробуйте поставить вазы на место статуэтки. Рады были помочь вам в прохождении последних игровых новинок. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. До свидания. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте Муздафизтв.ру Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ-собакам Муздафизтв.ру Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok